МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на 31-м канале, в студии Сергей Сарбашев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из теплого кабинета в камеру. Новый год некоторые некогда успешные чиновники будут встречать в местах не столь отдаленных. Самые громкие истории местных коррупционеров расскажем через пару минут. Приручить зеленого дракона 2024 пройдет под покровительством мифического зверя. Какие предсказания на предстоящий год дают астрологи и шаманы? Все подробности расскажем через несколько минут. Спорт, шик или неизменная классика? Вопрос, которым будет задаваться каждая девушка вечером 31 декабря. Мы собрали несколько образов, которые будут актуальны в новогоднюю ночь. Об этом мы расскажем через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До Нового года осталось всего два дня. В финальном выпуске 2023-го мы решили напомнить о самых резонансных событиях уходящего года. Пока челябинцы готовятся к праздникам, некоторые некогда успешные чиновники пребывают в местах не столь отдаленных. Вместо вечеринок на каникулах их ждет строгий распорядок дня в четырех стенах с решетками. Давайте вспомним самые громкие истории местных коррупционеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своеобразным новогодним подарком для бывшего главы КДХ стало завершение расследования его дела. За решеткой Иринат Кучетаров сидит с декабря 2022-го. Пару недель назад в суде наконец начали рассмотрение махинаций по зельнению Челябинска. По данным следствия, именно главный дорожник мегаполиса подписал сомнительный контракт. Правоохранители считают, что цена работ была завышена на 30%. На время следствия, кстати, наличное имущество Кучетарова наложили арест. Речь идет о состоянии в десятки миллионов рублей. Пожалуй, самый давний обитатель СИЗО среди челябинских чиновников бывший вице-мэр Петр Конорев. Чтобы выйти из мест не столь отдаленных, он даже подавал апелляцию в питерский суд. Но и там ему отказали. Конорева обвиняют в крышевании ларечников. В деле всего 44 преступления. По версии следствия, это получение 15 взяток в крупном размере вместе с сообщниками, 23 взятки в крупном размере единолично, и еще 6 взяток в особо крупном размере. К тому же его обвиняют в создании ОПГ. Конорева задержали в день рождения Челябинска на трассе по пути Викторинбург. С тех пор он за решеткой. Бывший первый замминистра строительства региона получил одно из самых суровых наказаний за последнее время. Ивана Белавкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Во время оглашения приговора в Центральном районном суде накал эмоций у родственников обвиняемого был колоссальный. Когда судья объявил решение, супруга Белавкина упал на скамью в зале суда. И назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 40-кратной суммы взятки. Иван Белавкин ожидаемо подал апелляцию. Ему даже немного смягчили приговор. С 13 на 12 лет. А также уменьшили штраф с 47 миллионов до 41-го. Появлялась информация об ухудшении здоровья экс-чиновника. ФСБ задержало его еще в 2021 году. Вину он так и не признал. Но все-таки есть история и с позитивным финалом. За пару недель до Нового года областной суд освободил из колонии бывшего замминистра экологии Виталия Безрукова. Его обвиняли в организации внеплановой проверки промышленного предприятия. Экс-чиновник и большинство свидетелей называли событие пресс-туром. Еще летом Безрукова признали виновным в превышении полномочий. Тогда он получил три года колонии общего режима. Безрукова Виталия Игоревича оправдает по обвинению в совершении преступления в предусмотренном пунктовой части 3 ст. 286 на основании пункта 3 части 2 ст. 302. В следующем году в судах начнут рассматривать уже новые уголовные дела чулябинских коррупционеров. Тем более материалов, собранных силовиками, хватает. Только за 10 месяцев этого года в регионе было выявлено больше 800 коррупционных преступлений. А если подбить статистику за три года, ущерб от любителей взяток составил почти полмиллиарда. Дмитрий Бачко, 31 канал. Золото и деньги также любит дракон, который станет символом будущего года. Но, заметим, заработаны честным способом. На пороге Новый год, который пройдет по покровительствам мифического зверя. Звезды Суля 2024 будет непростым, но полным самых разных событий. Что говорят астрологи и шаманы, прогнозы узнала Венера Каримова. Люди всегда хоть немного хотели приоткрыть завесу будущего. Особенно это актуально в преддверии Нового года. Каким будет предстоящий 2024 год? Деревянного и зеленого дракона мы решили узнать у астрологов. Покровитель 2024-го дракон. Зверь мифический и требовательный. Астрологи считают, что пересмотреть подход к жизни придется под влиянием планет Сатурна и Раху. Раху – это очищение от иллюзий. Соответственно, от того, чтобы посмотреть реально и трезво на свою жизнь, и посмотреть во всех сферах жизни, что ты достиг. А Сатурн – это взять потом, то, что ты увидел, и реализоваться в работе, в профессии, в личной жизни. Стратегия, дисциплина и планирование – основные принципы, которых нужно придерживаться в Новом году. Что касается знаков Зодиака, то любимчиками предстоящего года станут козероги и водолеи. Козерог – это деловой подход. Ничего лишнего, деловой подход, бизнес, планирование. И поэтому Сатурн им благоволит, он им и управляет. Водолей – это знак свободы, у которого тоже есть стремление всем помочь, подсказать, дать какую-то подсказку. Поэтому им будет, соответственно, легче. Фаворитами дракона станут также весы и тельцы. Намного сложнее будет знаком Меркурия, близнецам и девам. Но в любом случае, предстоящий год открывает для них много возможностей. А вот удачливость для рыб и стрельцов зависит от настроя. Овнам, скорпионам, львам и ракам нужно научиться сдерживать свою эмоциональность и быть более практичными. Шаманы тоже считают, чтобы год был успешным, нужно приложить усилия. Но они окупятся с лихвой. Люди, которые умеют жить, которые смотрят далеко в будущее, которые не боятся трудностей, этот год для них будет очень правильным, прямым и хорошим. И особенность этот год будет очень полезна для бизнеса, коммерции, или для подъема, для постройки дома, для покупки автомобиля, еще что-то в таком духе. Верить прогнозам и гороскопам, конечно, личное дело каждого. Но всегда хочется, чтобы будущее сулило только хорошее. Год дракона напоминает, что счастье в наших с вами руках. Под Новый год традиционно загадывают желания. Я тоже решила это сделать, но в необычном месте, возле священного дерева. Для этого мне необходимо повязать вот эту белую ленту, она обозначает белую дорогу. Но перед этим нужно три раза обойти дерево, думая о духах своих предков. Венера Каримова, Сергей Оленик и Павел Востротин, 31 канал. Как приручить дракона и что год грядущий нам готовит? Сегодня у нас в студии на эти вопросы ответит профессиональный таролог Елена Гаверская. Елена, рассказывайте, что грядущий 2024 приготовил для нас? Судя по раскладу, нас ожидает очень энергичный и активный год, весь под стать хозяину этого года. Нас ожидает очень много поездок, перемещений. Здесь выпадает карта активных действий, то есть на месте сидеть нам точно будет нельзя. Очень благоприятный год для всего, что касается семьи, для рождения ребенка, для заключения браков. Однако в это же время год будет чреват некими зависимостями от обстоятельств. Но я склоняюсь к мысли, что все-таки это будут какие-то внешние обстоятельства, связанные, может быть, с политической и экономической ситуацией в нашей стране. Путешествия, может быть, у нас какие-то… Путешествия, да, и даже будут очень сильно приветствоваться путешествия, потому что, повторюсь, сидеть на месте точно будет нельзя. Достаточно стабильный год, достаточно надежный, хороший. Единственное, что проигрывается тема официальных органов и официальных документов, но можно предположить, что в это время нужно будет очень осторожно подходить к вопросам, связанным, например, с той же ипотекой. Понял. А свадьба как вариант? Свадьба, да. Свадьбы можно? Свадьба, да, потому что тема «Карта солнышка» выпала – это тема всего, что касается семьи, рождения ребенка и свадьбы в том числе. А стоит ли менять, например, профессию в этом году? Работу в этом году я не рекомендую менять, потому что есть очень хорошие предпосылки для карьерного роста на том месте, на котором вы сейчас находитесь. Елена, благодарю вас. К прогнозу мы еще вернемся. А сейчас расскажем нашим телезрителям, как в Новый год выглядеть на все сто. Вопрос, который сейчас волнует каждого. Мы решили помочь вам с выбором праздничных луков. Учли все тренды предстоящего года. Готовые образы, в которых можно хоть в гости, хоть в ресторан, представит моя модная коллега Диана Пуцунтьян. Самое время составлять новогодний лук. Мы для вас подобрали несколько образов, в которых можно пойти в гости, ресторан или же поехать за город. Давайте посмотрим. Говорят, в Новый год нужно надевать все, что блестит. Мне кажется, этот костюм подойдет идеально. Сейчас мы его примерим. Этот образ очень практичный. В нем можно и в ресторан, и поехать за город. Там вы без внимания точно не останетесь. Смотрим дальше. Такое кожаное, черное, маленькое платье и нестареющая классика, которая будет актуальна всегда. Смотрим дальше. Но для тех, кто не планировал встречать Новый год в большой шумной компании, а хотел остаться дома и не отходить далеко от дивана, есть вариант шелкового костюма в пижамном стиле. Это то, в чем точно будет удобно и комфортно. Ну а для тех, кто хочет быть в центре внимания в новогоднюю ночь, необходимо надеть стразы, перья или пайетки. Ну а мы зафиналим этот образ с леопардовой шубой. А в студии уже работает Сабрина Максимовская. Сабрина, какую погоду ожидаем на празднике? По данным синоптиков, завтра температура воздуха опустится до минус 17. Подробнее прямо сейчас. В Челябинске облачно, осадки. Ветер слабый западный, 6-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 17, днем минус 8, минус 15. Атмосферное давление будет пониженным и составит 723 миллиметра артутного столба. На этом все. До скорых встреч. И возвращаемся к главным событиям дня. Смотрите далее в выпуске. Экономика в смятку. 2023 прошел под знаком планирующего рубля и растущих, как на дрожжах, цен в магазинах. Вместе со взлетевшей ставкой многие россияне остались не только без квартир, но и без яиц. Как изменилась экономическая ситуация за год и подорожение каких товаров и услуг ждать в грядущем, расскажем в сюжете. Дед Мороз стучится в окна и не один, а целых три. Такое новогоднее чудо устроили челябинские альпинисты для пациентов детской больницы номер 7. Что загадали дети у Деда Мороза, расскажем через несколько минут. Долгожданные праздники не повод засиживаться перед телевизором и широким столом. Скорее собираем всех родных и берем курс на активный отдых. Тем более далеко за ним не придется ехать. Подробнее как и где расскажем в сюжете. Продолжение следует... Садовый центр Дачный мир приглашает в гости. Товары для дома и сада. Огромный выбор саженцев. Более тысячи видов семян. Удобрения для комнатных и садовых растений. Грунты и многое другое. В продаже имеются зимние лопаты. Дачный мир. С вами круглый год. Действуют скидки пенсионерам. Мы находимся по адресу Свердловский тракт 8, ТК «Орбита». Телефон 223-18-88. Центр банкротства и права. Ваш надежный представитель по списанию задолженности физических лиц. Более 500 завершенных дел. Наш юрист соберет за вас все документы и просчитает риски. Контролирует все этапы процедуры банкротства. Доверяйте решение проблем Центру банкротства и права. Академика Макеева 36. 8-351-202-04-42. Консультация бесплатна. В офисе кресла просто мечта. Готова работать хоть до утра. Мебель есть статус. Поспоришь едва ли. Мой кабинет как в стильном журнале. Дефо. Мебель для офиса каждый найдет. Производительность вмиг возрастет. Мебель для офиса Дефо поздравляет вас с Новым годом и предлагает дизайн-проект в подарок. Мебель Дефо. 225-32-23. Труда 156. Подробности и сроки акции в магазинах Дефо. В каждой капле воды заключены все тайны всех океанов. В каждой свежей рыбе спрятаны все их сокровища. Сеть рыбных магазинов «Айсберег». Все богатство океана на вашем столе. Катю, Ля Катю. Катай, отдыхай. В пяти минутах от солнечной долины. Твой номер в доме для своих. Дистанционный заезд с бесплатной парковкой. Спеши забронировать в гостевом доме Ля Катю. Телефон 8-912-318-28-88. Здравствуйте. Это агентство чрезвычайных новостей. На северо-западе Челябинска найдено тело мужчины. Мертвым его обнаружили на остановке. Тело человека было на лавочке остановочного комплекса на перекрестке Комсомольского проспекта и улице Молодогвардейцев. Тут работали сотрудники полиции и следственного комитета. По предварительным данным, гибель мужчины не носит криминального характера. По одной из версий, у него были проблемы с сердцем. В центре Челябинска сотрудники дорожной полиции задержали водителя, который пытался скрыться. Блокировать автомобиль лихача. Инспектором ГАИ помогли сотрудники частной охраны. Судя по кадрам, погоня закончилась на перекрестке улицы Труда и Энгельса. Вот так водителя задерживали. А началось все чуть раньше. Оказалось, стражи порядка заметили пьяного мужчину, который шел по улице Труда. Внезапно на их глазах он сел в автомобиль Chevrolet Aveo и поехал. Сотрудники поехали следом и попытались его остановить. За ним пристроились на светофоре, но внезапно водитель дал по газам. Инспекторы ГИБДД бросились в погоню, которая продлилась метров сто до ближайшего перекрестка. Как иномарка пытается скрыться, увидели сотрудники ЧОП, которые ехали мимо и пришли на помощь. Лихача зажали на перекрестке. Следом подоспели дорожные полицейские. Выяснилось, 34-летний мужчина был пьян за рулем. На водителя составили три протокола. Теперь ему грозит наказание за сопротивление полицейским, пьяное вождение, да еще и без прав за рулем. Сотрудники МЧС не смогли проехать к многоэтажке. Огнеборцам пришлось бросить технику и бежать к огню по сугробам. Даже спецмашина не смогла проехать по нечищенному от снега двору. Судя по кадрам, пожарные, проваливаясь по колено в снег, бежали к дому. По словам подписчиков, все случилось в доме 15 по улице Харлова. Люди позвонили 01, весь подъезд был в дыму. Кто мог, выбежал на улицу встречать МЧС. А подъехать машина огнеборцев не смогла. И как и карета медиков. Короче, что-то во втором подъезде у нас там горит. Вон стоят пожарные. А пожарные машины вон там. Позже выяснилось, что вызов ложный. Огнеборцы все обследовали и никакого возгорания не обнаружили. Видимо, кто-то так кашеварил на кухне, что все оказалось в дыму и соседи напугались. В ГИБДД нашли сноубордиста, который с ветерком прокатился по заснеженному Челябинску. Экстремала оштрафовали. Поводом стали эти кадры. Парень прокатился по оживленному центру города на сноуборде. Трос был привязан к внедорожнику. А это кадры с другого ракурса. И вот после такого его нашли дорожные полицейские. 40-летний челябинец нарушил правила дорожного движения. Объясняться за такое пришлось уже перед служителями закона. Цеплял за трос машину сноубордистов. Сам за трос тоже цеплялся и ехал. Вину свою я признаю полностью. Не совершайте, ребята, такие правонарушения. Не делайте так. Это очень и очень небезопасно. В итоге на него составили протокол и оштрафовали на тысячу рублей. Итоги дня подведем в ночном выпуске. Оставайтесь на 31-м. Экономика в смятку. 2023 прошел под знаком планирующего рубля и растущих, как на дрожах, цен в магазинах. Вместе с влетевшей ставкой многие россияне в этом году остались не только без квартир, но и без яиц. Как изменилась экономическая ситуация за год и подорожание каких товаров и услуг ждать в грядущем, выясняла моя коллега Наталья Петрухина. Не разбив яйца, яичницу не приготовишь. Аналогично подумали финансовые власти и подняли ключевую ставку. С начала года этот показатель пересматривали пять раз, а сама ставка выросла вдвое – с 7,5% до 16%. Поможет ли это сдержать инфляцию – неизвестно. А вот кредиты для жителей уже стали дороже. На очереди – ипотека. В 2023 году цены на первичном рынке начали нестись как не в себя. Новостройки в Челябинске подорожали в квадрате. Купить вторичное жилье тоже не всякому по карману. В декабре стоимость квадрата достигла 97 тысяч. Это на 40% больше, чем в начале года. Учитывая, что первоначальный взнос по ипотеке вырос до 30%, новоселье в 2024 светит еще меньшему числу южноуральцев. Вылупиться россиян заставили и цены на бензин. Считаем. В январе литр 92-го стоил чуть больше 40 рублей. А к концу года на некоторых заправках за него просили почти полсотни. После осеннего дефицита топлива разгон цен немного затормозил. Но в целом за 12 месяцев горючее подорожало почти на 14%. Среди лидеров нагревшихся товаров и продукция автопрома. Поддержанные авто обойдутся почти на четверть дороже. Средняя цена легковушки полтора миллиона. Авто без пробега подорожали больше, чем на треть. Символом уходящего года стал отнюдь не кролик, а петух, от которого яиц не дождешься. В уходящем году только и было разговоров, что о росте цен на этот самый доступный вид животного белка. Только по самым скромным подсчетам яйца в 23-м году стали дороже практически в два раза. Теперь этот продукт везут к нам из Азербайджана и Турции. Также в лидерах по росту цен бананы, помидоры, куры, капуста и яблоки. Похоже, что и в грядущем году южноуральцам придется клевать по зернышку. К весне прогнозируют рост цен на некоторые товары на 30-40%. В том числе с 1 января могут подорожать кофе, соки, шоколад, молоко и рис. Дороже станут и услуги ЖКХ. В июле для большинства жителей разница с нынешними тарифами составит 9%. Важное условие – общий объем потребления за месяц не должен превышать 11 160 кВт в час. Для тех, кто будет активно пользоваться электричеством и за месяц превысит эту планку, расчет пойдет по тарифам второго диапазона. В этом случае плата за свет увеличится сразу на 60%. И, наконец, самый дорогой кВт получат те, кто вообще не привык экономить электроэнергию. Для них сумма в платежке взлетит аж на 150%. Власти рассчитывают, что в следующем году инфляция замедлится. Однако многие эксперты уверены, что двузначная ставка с нами надолго. Сможет ли год дракона изменить новую экономическую реальность, станет ясно только в первом квартале 2024 года. Елена, а что говорят карты относительно экономической ситуации в следующем году? Какая-то экономическая реальность изменится все-таки? Судя по прогнозу карт, он не самый радужный. Будет большая вероятность к таким спонтанным, импульсивным поступкам, решениям, которые на самом деле будут необоснованными. В какой-то момент может показаться, что почва уходит из-под ног. Теряется стабильность, на самом деле это будет не так, и к лету уже это будет заметно. Рекомендуется 10 раз проверить, прежде чем предпринимать какие-то шаги. Это будет касаться, не знаю, вопросов взятия кредитов каких-то, может быть, вложения денег. То есть здесь нужно будет действовать, просто будет все меняться очень-очень быстро. Лучше вкладывать или копить? Вот это к тому же вопросу возвращаясь. Так как ситуация будет меняться, тут нужно смотреть уже конкретно в тот момент, когда, например, человек будет собираться это делать. Елена, кого ждет финансовая удача в предстоящем году? В следующем году однозначно повезет тем, кто родился в год дракона. Здесь будет полная чаша и в сфере любви, и в сфере работы, и в сфере денег. Ну а мы надеемся на лучшее. Конечно, Сергей. И тогда удача обязательно постучится в ваши двери. Так же, как и Дед Мороз. Причем не один, а сразу три. Такой новогодний подарок приготовили промышленные альпинисты для пациентов детской клинической больницы номер 7. Кто после такого поздравления поверил в новогоднее чудо? Моя коллега Елизавета Лебедева проникла на события под видом снегурочки и узнала все подробности. Вот смысл такой. Держишь конец веревки, нажимаешь и пошел вниз. Ставлю, как обычно. Все, есть. Перед вылазкой подробный инструктаж от шефа и проверка страховки. Это привычный для Дедов Морозов альпинистов ритуал. Но именно в этот раз все должно пройти просто идеально. Детей идем поздравлять, наших дорогих деток. У всех уже свои детки есть. Дай Бог, чтобы поверили, что вы Дед Морозы. Этажом ниже новогодних волшебников, затаив дыхание, уже ждут дети. Все они – пациенты детской клинической больницы номер 7. Несколько мгновений и на глазах ребят происходит настоящее чудо. Детишки, наконец-то мы добрались до вас. Подходите, мои сладки, получать подарки. Вместе с Дедами Морозами в увесистых мешках спустилось несколько килограммов фруктов, сладостей и сувениров от 31 канала. Некоторым из детей в больнице придется встретить Новый год и провести январские праздники. Поэтому поддерживать веру в новогоднюю сказку – дело особой важности. Детки были очень обрадованы, всем было очень приятно. Чудеса надо верить. Без чудес жить сложно в нашей жизни. Сдержать эмоции трудно даже сотрудникам больницы. Говорят, такого у них здесь еще не было. Когда Дед Морозы появились через окна, это была сказка новогодняя, что очередной раз подтверждают, что детки должны верить Деду Морозу в сюрпризы, в чудеса. Да и сами Деды Морозы остались под впечатлением. У здания больницы всего три этажа, но сердце от волнения трепетало так, будто внизу под альпинистами протянулось несколько километров. Это очень важно – радовать детей. И как бы опыт, конечно же, опыт. В этом году я первый год Дед Морозом. Единственное – волнение. Только волнение сбивает. Сейчас я с этим работаю, вот так сказать. Ну, вроде получается. Подарки получены, стихи рассказаны, фото на память сделаны. Дети нехотя расходятся по палатам. А сотрудники больницы все никак не могут отпустить Дедов Морозов. Отовсюду слышится многократное спасибо. Все-таки этот Новый год надолго запомнится не только детям, но и взрослым. Как самый добрый и волшебный. Елизавета Лебедева, Андрей Грищук и Павел Востротин. 31 канал. Ну, а какой же Новый год без советских фильмов и оливье? Вместо киномарафона – кросс по зимним активностям. Любителей быстрой езды на Южном Урале хоть отбавляй. Согласно опросам, треть челябинцев зимой выбирает активный отдых. Какие площадки доступны и сколько стоят спортивные развлечения – расскажем в сюжете. Еды в праздничные дни всегда много. А вы уже все съели и даже тазик с оливье не опустел? В таком режиме лишние килограммы обязательно придут в гости и надолго. Пора бы как следует растрясти калории. Нет времени объяснять. Ускоряемся. Первым делом отправляемся на лед. Каток – одно из самых доступных зимних развлечений. Именно в зимние каникулы, которые есть у взрослых, мы можем почувствовать все прелести детства для кого-то такого далекого. В Челябинске можно прокатиться на коньках не только на специализированных площадках или парках, но и в обычном городском дворе. Здесь это абсолютно бесплатно. Ну а там уже за деньги. Андрей, очнись! Ты что, подустал? Еще всю неделю отдыхать? Вася, не тормози. Нам еще десять кругов на домах. Работай, работай, Вася. Дешевле всего обойдется прогулка на лыжах. Такой вид спорта доступен в каждом районе города. Вася, ты безнадежен. Ребята, поехали. Прокат для детей стоит около 100 рублей, а для взрослых – 200. Самый простой способ вспомнить, как было весело в детстве на зимних каникул – это, конечно же, ватрушка и высокая горка. Берите в охапку друзей и отправляйтесь в самое веселое путешествие. Ну а для любителей экстрима, но тех, кто может заблудиться в трех березах, на Карповом пруду есть возможность покататься на сноуборде, маневрируя среди этих деревьев. Так, теперь самостоятельно. Главное – не плашмя. Здесь свои силы могут попробовать как опытные, так и начинающие райдеры. К моему счастью, на трассе препятствий нет. С праздником 31-й! Не забывайте заниматься спортом, ведь зима – самое время для катания на сноуборде. Ну а самое главное – весело провести время на новогодних каникулах. Зимние забавы вам в помощь! Царь горы, игра в снежки! Не забывайте! Новый год будет удачным только для активных людей! Василий Ермоленко, Андрей Грещук, 31-й канал. А в студии уже работает Сабрина Максимовская. Сабрина, какая погода нас ожидает в ближайшие дни? По данным синоптика, в ближайшие дни в Челябинске ожидается похолодание. Подробнее – через несколько секунд. Спонсор выпуска – диагностический центр «МРТ-эксперт». В центре «МРТ-эксперт» вы сможете пройти все виды МРТ и КТ-исследований. Только 11 дней в центре «МРТ-эксперт» скидка 10% на МРТ и КТ-исследования. Проведите праздничные дни с пользой для здоровья. На Южном Урале пасмурно снег. О температуре в городах. В Садке Златоусте и Верхнем Уфале – минус 9. В Магнитогорске и Южноуральске – минус 8. В Карталах и Троицке – минус 6. Температура воздуха в ближайшие дни в ночные часы опустится с минус 5 до минус 22. А в дневные часы – с минус 5 до минус 18. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м. На этом все. Желаю вам хороших новостей, благополучия и оставайтесь на 31-м канале. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова